Прямо сейчас с нами на связи Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя. Петр, здравствуйте. Добрый вечер. Какая ситуация в городе, хотим услышать от вас. И вот, да, мы каждый день видели заявление вот до сегодняшнего дня о том, что готовится, готовится эвакуация. Но каждый день мы видим о том, что, значит, та сторона срывает все договоренности и не дает возможности эвакуировать из города и жителей, и раненых, к сожалению. Какая ситуация сейчас? К сожалению, ситуация к лучшему не меняется. Опять же, мы наблюдаем за попытками атак в зону Азовстали, обстрелы со всех калибров с утра продолжаются. Местами уличные бои, положение людей катастрофическое. Потому что, как бы там россияне не пытались штамповать свои браурные ролики, на самом деле с едой ситуация катастрофическая. Там полбулки, булка хлеба на человека в день и бутылка воды, и это явно ненормальное питание. И такая же самая плачевная ситуация с водой, такая же ухудшающаяся ситуация с медицинским обслуживанием, с лекарствами. То есть город, немножко вдохнув из-за весны, сейчас опять и надежды, в том числе и на эвакуацию, сейчас опять начинают потихоньку погружаться, к сожалению, за грань гуманитарной катастрофы. Кроме того, усугубляется ситуация с нашими гражданскими людьми, которые находятся в Азовстали. Они вообще фактически заложники у Российской Федерации, потому что та им не дает никакого шанса покинуть территорию завода, никаких гарантий, учитывая обстрелы, авианалеты. В общем, очень страшная ситуация. Ну и кроме того, наверное, стоит говорить о том, что россияне используют, в частности, эвакуацию, как прикрытие попытки спрятать следы собственных преступлений. Вчера мы нашли первую братскую могилу длиной в 300 метров вместе с журналистами. Сегодня уже есть у нас подтверждение, и об этом уже мэр должен был сказать, насколько я понимаю. Сегодня есть подтверждение, мы видим еще одну братскую могилу, поступила информация, тоже уже есть подтверждение. Это все могилы, где в пакетах фактически россияне продолжают или начинают прятать следы собственных преступлений. Это тела наших погибших, это части тел наших погибших граждан. Они устраивают такие фактические могильники в каждом районе города. И это, конечно, ужасно просто, потому что как мы потом будем идентифицировать людей, как мы будем их искать, как вообще о их дальнейшей судьбе, и как их будут искать родственники, это просто что-то вообще нечеловеческое происходит на самом деле.